Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Почти 21 тысяча жителей Ненинского округа вакцинировались от новой коронавирусной инфекции, когда регион достигнет необходимой отметки для коллективного иммунитета. Еда – это не главное. В рамках гастрофестиваля «Тундра» в Наринмаре проходят съемки кулинарного шоу. Первая школа гостеприимства открылась в Ненинском округе. Учениками стали более 20 сельских предпринимателей. Об этом мы только расскажем в ближайшие 20 минут. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Подробности о том, как утверждали госказну на предстоящую трехлетку, по телефону рассказал депутат Государственной думы от Ненинского округа Сергей Коткин. По проекту бюджета на 2022 год доходы составят 25 триллионов рублей. Расходы – более 23 триллионов рублей. Профицит составит 1 триллион 32 миллиона рублей. Это 1% от прогнозируемого ВВП. Сергей Коткин отметил, что этому предстояла долгая и кропотливая работа, в ходе которой было введено более тысячи поправок. Самое главное – это то, что все социальные обязательства государства будут обеспечены финансово. Второе – все предложения, наказы, которые сделаны президентом в своих посланиях, тоже финансово обеспечены. Третье – та народная программа, с которой мы шли на выборы в Государственную думу, а жители Ненинского автономного округа около пяти тысяч дали предложений в программу, а непонятно, что не все вошли на программу «Общероссийская» сформирована, и президент сказал о том, что она должна быть безусловно выполнена. Депутат отметил, что крупнейшей статьей расхода в 2022 году станет социальная политика – более 5 триллионов рублей. Президент внес предложение по увеличению минимального объема оплаты труда. Этот законопроект также был принят в окончательном чтении. А это означает, что все социальные выплаты в стране будут увеличены. Те вопросы и поручения, которые не нашли отражения в бюджете, но требуют финансирования, также будут решаться. Сергей Коткин акцентировал внимание на постановлении правительства, которое касается детей больных с сахарным диабетом. Это очень серьезная проблема, и мы просим правительство, и надеемся, что мы этого добьемся, а жители округа не обращаются с этими вопросами. Это по инсулиновым помпам. То самое монитор импортное производство, которое позволяет мониторить наличие сахара в крови без прокалывания пальчиков у наших детей. Мы надеемся, что это решение будет выполнено. В целом депутат отметил, что власти Ненецкого округа хорошо отработали бюджетные вопросы, что, несомненно, отразится на качестве жизни в регионе. Кроме запланированных, так и ежегодных системных платежей, я назову только несколько. Прежде всего, это 240 миллионов, порядка 240 миллионов рублей. Это субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях. 311 миллионов – это на создание, модернизацию спортивной инструктуры в округе. 205 миллионов – распределение на создание центра выявлений поддержки одаренных детей. Неплохо у нас будут финансированы в целом на строительной дороге Наринмар-Усинск. Я думаю, что неплохие решения будут приняты по итогам визита министра строительства и Росавтодору руководителей в округ. В заключении Сергей Коткин добавил, что теперь предстоит работа по реализации бюджетных проектов. Предстоит большая работа. 14 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья за минувшие сутки. В числе заболевших 12 жителей Наринмара и 1 жителей Амдермы. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Санкт-Петербурга. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс, находится 212 человек. Еще у четырех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 216 человек. Из них стационарное лечение получают 28 человек, амбулаторное – 188. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2865 человек, за прошедшие сутки – 39. В регионе зарегистрировано 72 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1168 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпид-контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. И в продолжение темы. Почти 21 тысяча жителей Ненецкого округа поставили прививку от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию 19 834 человека. Для формирования коллективного иммунитета среди жителей региона количество привитых должно достигать 26 тысяч человек. Тему продолжит Александра Литкова. Защитить себя и окружающих, приобрести иммунитет к инфекции и так, как требуют на работе. По этим трем причинам чаще всего идут вакцинироваться от COVID-19. Борис Емельянов, например, решил поставить прививку после того, как переболел. Я в разъездах. Вот сейчас в январе ехать надо. В аэропорту принимают везде. Куаркода нужна. Ну, говорят, температура. В принципе, много знакомых тоже это сделал. Разные вакцины. Все как-то переносят спокойно. Ну, по температуре там денек и все. Главное, хронических никаких, чтобы не было. В принципе, от гриппа так же. Глядя на то, как в целом неплохо переносят вакцинацию знакомые, Александр Чупров тоже решился на прививку. Стало хуже, но распространение COVID-19 делали. Родные. Отец сделал. Бабушка делала. Бабушке 90 лет. Все нормально. Жила здорово. Медики отмечают, что людям старшего возраста вакцинироваться особенно необходимо. Их иммунитет слабее. Сделать это можно после консультации со своим лечащим врачом. В редких случаях у тех, кто привился на первые-вторые сутки после вакцинации, может возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции. Если гражданин привился и есть какие-то недомогания после первой вакцинации, ему необходимо обязательно обратиться к своему участковому терапевту. Могут быть побочные реакции незначительные. То есть незначительное повышение температуры тела до 38, озноб, ломота. Если доктор посмотрит участковый терапевт и даст свои рекомендации. Если же были побочные реакции более выраженные, тяжелые, повышение температуры до 40, это является уже противопоказанием для введения второй дозы. Алексей Рочев первую дозу вакцины перенес легко. Мужчины считают, что для сокращения количества заболеваний людям нужно прививаться. Хотя бы потому, что болезнь будет протекать легче. Я думаю, что чтобы прекратить массовый разнос этого заболевания, болезнь легче протекать, если даже заболеешь. Для создания коллективного иммунитета в Ненецком округе должно быть привито 80% взрослого населения или 26 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировались 21 тысяча. Что такое коллективный иммунитет? Это способность группы людей сопротивляться заражению. То есть распространение инфекции будет проходить достаточно труднее с препятствием. То есть каждый человек у нас имеет антитела, которые в дальнейшем сталкиваются с инфекцией. И заболевание будет протекать либо в легкой форме, либо в средней форме. Впрочем, стопроцентной гарантии того, что привитый человек не заболеет, нет. Среди населения бытует мнение, что смысла прививаться нет, если вакцинированные также могут заболеть и разносить инфекцию. Медики поясняют, что для формирования иммунитета вакцине нужно время. Поэтому привитым также следует соблюдать меры предосторожности. Вакцинированный человек после вакцины не может быть заразный, так как у нас вакцина инактивированная. Там нет живого вируса. И вакцина не может нести в себе стопроцентную защиту. Процент имеется заражение. Если вы все-таки решили сделать прививку, для начала нужно обратиться к терапевту. В этот период не должно быть признаков ОРЗ и обострения хронических заболеваний. Вакцинация доступна всем желающим во взрослой поликлинике по предварительной записи. И во Дворце культуры Арктика в будние дни с 15.30 до 19.30. В выходные с 12 до 16 часов. Также можно сделать прививку на дому, заранее позвонив терапевту. Это относится к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Александра Литкова, Леонид Шушевов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 26 ноября в Ненецком автономном округе пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи. Специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России совместно с Уполномоченным по правам человека в НАО будут консультировать жителей округа по телефону. Оказывать правовую помощь гражданам 26 ноября в течение рабочего дня будут Сверидова Лариса Викторовна по телефону 8911-572-6607 и Харс Татьяна Альфредовна по номеру телефона 8-818-53-4-49-89. День бесплатной юридической помощи в рамках проекта Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Правовой марафон для пенсионеров». Обратиться к юристам, конечно, сможет любой житель округа по любому правовому вопросу. Кушать подано. В рамках гастрофестиваля «Тундра» в Наринмаре проходят съемки кулинарного шоу «Еда – это не главное». На записи одной из программ побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас третий выпуск «Шоу «Еда – это не главное» в рамках гастрономического фестиваля «Тундра». И сегодня в гостях Виктор Макаров, знаменитый в округе и за его пределами ютуб-блогер. На своем канале он рассказывает об охоте и рыбалке Заполярье. Его контент смотрит уже более 120 тысяч подписчиков. Ну, мой канал рассчитан на аудиторию такую рыболовную и охотников, конечно же. Меня пригласили принять участие в шоу. Ну, сказали бы, медийная личность у нас в Наринмаре. Почему бы и нет? Ну, реально очень интересно. Под чутким руководством шеф-повара Виктор вместе с ведущей Надеждой Польневой приготовили оленбургер. Мы будем сегодня готовить из оленя, так как олень здесь мясо очень распространенное. С добавлением лука конфи плюс брусничный соус, который ягоды здесь тоже присутствуют. Ну, и особенность его в том, что там сочетание таких вкусов, как соус барбекю, китченес, плюс лук конфи, то есть он дает себе остроту и сладость. Ну, и он будет у нас на 2,5 килограмма. Приготовление бургера на 2,5 килограмма начинается с самого главного – с подготовки котлеты. Итак, вот сейчас Виктор выложит еще сверху на лук брусничный соус, потом отправим на сковородку гриль. Сейчас мы отправим в духовочку, ну и приступим уже к самому, так сказать, к самой булке. После обжарки котлету нужно обжечь вместе с сыром с помощью горелки. Далее в очереди помидоры. Я в себе сейчас не верю. Раз, два, три, поехали. Вот так. Такой необычный опыт получили герои шоу «Еда – это не главное». Администрация городского кафе также отмечает, что всегда открыты к предложениям и готовы проводить интересные мероприятия. Мы всегда рады, открыты таким мероприятиям, с удовольствием принимаем в них участие, потому что это популяризирует не только Ненинский край, но и наше заведение. И что позволяет нам узнавать о более новых трендах, о каких-то направлениях, связанных с кухней. Мы рады этому и большое спасибо руководству Центра развития бизнеса, руководству Края, что проводят такие мероприятия. Также в рамках шоу прошла презентация кулинарной книги «Еда – это не главное», в которой представлены блюда традиционной ненецкой и пустозерской кухни из трех ресторанов нашего города. В Ненинском округе открылась первая школа гостеприимства. Во встрече приняли участие 20 сельских предпринимателей. Участники разбирали азы туристического направления. Тему продолжит Наталья Дуркина. Одна из главных задач школы гостеприимства – сохранение экологии. Эксперты будут объяснять туристам тонкости обращения с природой, чтобы они вели себя правильно, не разрушали экосистему, не наносили вред окружающей среде. Занятие туристической деятельностью может стать альтернативой, может стать помощью в этом процессе адаптации к климатическим изменениям. Поэтому эта программа Всемирного фонда дикой природы, она началась в округе в мае месяце. И сегодня мы подводим такие первые итоги. Естественно, закончится она в конце года. Но вот то, что здесь удалось всех собрать, получателей нашей поддержки, то есть некоторые проекты мы уже поддержали, некоторые только планируем поддержать. Вот, наконец-то удалась эта очная встреча, собрать людей из дальних сел, чтобы с ними пообщаться, обсудить и рассказать им о том, каким должен быть туризм. Семинар будет идти на протяжении трех дней. Более 20 участников поделятся опытом по привлечению туристов в свои населенные пункты. И задача наша – познакомиться, пообщаться, поделиться всем опытом друг с другом. Более сильные есть практики, только начинающие есть ребята для того, чтобы немножко вывести туризм в Ненецком округе на такой качественный уровень. Естественно, ни одним семинаром это можно достичь, это первый только шаг. Но работа очень важна для того, чтобы действительно туристические проекты развивались на территориях, они становились лучше качеством, они становились интереснее потребителю. Но и главная задача наша, как идеологов этого всего процесса, чтобы люди на сельских территориях за счет правильного, устойчивого, экологического туризма зарабатывали. По итогам семинара каждый участник будет прописывать конкретный туристический продукт до мельчайших подробностей и представить его на заключительном мероприятии. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». «Истари вновь». Накануне открылась необычная выставка-конкурс, где представлены работы мастеров Ненецкого округа и не только. Суть конкурса – воссоздать старинный экспонат в точной копии. Итоги выставки конкурса смотрите у Катрины Тайбарей. Завораживающими песнями коми-коллектива открылась выставка-конкурс «Истари вновь». Гости, участники и организаторы собрались в Центре народного и декоративно-прикладного творчества, чтобы нагрудить лучших мастеров. Мероприятие такого формата проводится впервые. На его подготовку ушло несколько месяцев. Идея состоит в том, чтобы взять старинные предметы быта и попытаться восстановить их, ну, скажем так, в традиции, то есть в неизменном виде, как бы они могли выглядеть сегодня. Орудия труда и инструменты, традиционная одежда или ее элементы, домашняя утварь номинации в конкурсе было три. Свои работы представили мастера Ниньского округа, Вологды и села Сизяпск, республики Коми. Всего 20 человек. Как признались члены жюри, выбор был трудным. Все участники постарались на славу. Евдокия Попова из деревни Киев, например, заняла третье место в номинации «Традиционная одежда и ее элементы». Мне сказали, может, что-нибудь старинное восстановите. Ну, мы сходили в музей, отпечатали вот эти фотографии, и по ним я восстановила узоры и связала носки и рукавицы. На это у меня ушло месяц с лишним. Евдокия любит заниматься рукоделием и учит этому внучку. Ну, мы только один раз вышивали, и вот примерно пару дней назад. Ну, да. Так вот, мне понравилось вышивать крестиком. Также на церемонии награждения победителей и призеров организаторы конкурса поблагодарили дарителей, тех, кто отдает свои традиционные древние вещи в качестве экспонатов в музей. Когда к нам приходят в домик и говорят о том, что он наполнен теплом, он наполнен теплом благодаря вам. Главная сложность конкурса в том, что мастерам следовало в точности воссоздать старинный оригинал той или иной вещи. Как признались участники, восстановление древних экспонатов несет и духовную ценность, так как заставляет вспомнить о своих корнях и обернуться к жизни и быту предков. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека.